Сегодня 13 октября и сегодня у меня праздник, который включен по значимости с такими праздниками, как Новый год и День рождения. Потому что это новое время отчисления. 13 октября 2002 года начался проект «Фабрика Звезд-1». И это было реальное переключение моей жизни, когда через 74 дня я стал узнаваемым персонажем. И в жизни появились новые ощущения и приключения, плюсы и минусы. Вот один из моих праздников, когда я что-нибудь в социальных сетях вывешиваю, какое-нибудь воспоминание о фабрике. Не всем, но звоню большинству, поздравляю тем ребятам, с которыми мы были в первом проекте. И для меня он такой философский праздник. Философский праздник. Ну, я, наверное, уже такой, могу позволить себе жить байками и легендами. А что было, а как оно было. Ну, хотелось бы когда-нибудь с годами рассказать про этот проект. Это же был такой исторический переворот всего телевидения. Мышление даже там. Люди, мы пили кефир, но тогда еще не заклеивали рекламодателя. Там у меня был Adidas написано на майке. Это уже следующий проект. То есть тогда, получается, наше телевидение чуть-чуть было в таком переломном моменте, где не понимало, как с ним пользоваться и как зарабатывать деньги. И реалти-шоу тогда, ну, это был неведомый даже термин. Что такое реалти-шоу? Меня даже спроси. Я как-то, может, как-то тоже в двух словах бы как-то об этом сказал. Вот. Вот это такой праздник. Спасибо.